Добрый вечер, сегодня состоялась третья партия матча на первенство мира между Магнусом Карлтоном и Фабианом Каруаной. Напомню, что в предыдущем поединке Магнус, владея белыми фигурами, не смог поставить перед своим соперникам серьезных проблем. Ну, а сегодня пришел черед Фабиана попытаться что-либо извлечь из преимущества выступки, но удалось ему это или нет, вы сейчас увидите. Фабиан играл белыми, и как и в первой партии матча была разыграна сицилианская защита. Итальянский шахматист известен своей принципиальностью в дебютной стадии, и не стал он менять пластинку, а вот Магнус предпочел уклониться от своего выбора в первой партии и сыграл Ферси-7. Ход далеко не новинка, но в принципе достаточно редкий, и идея Магнуса заключалась в том, чтобы просто сыграть Е5 и КНФ6, но в противном случае без хода Ферси-7 добиться не удалось бы, по той причине, что пешка на Е5 висела бы. Последовала Е1, Е5, ну и вот мы видим, что штаб Фабиана тоже проделал домашнюю работу, и здесь, в отличие от первой партии, он избирает план, связанный с игрой на ферзером фланге, и скорее всего именно этот план обещает белым больше шансов на дебютный перерез. Б4, 2-0, вот обращаем внимание, что Магнус не берет пешку на Б4 и предоставляет белым такую возможность, но после БЦ кунь Д7 у белых нет серьезного перереза, поэтому последовала кунь Д2, слон Ж4, ну и вот это первый, на мой взгляд, принципиальный момент в этой партии. Ход слон Ж4 обозначает намерение Магнуса добровольно оказаться в чуть худшей позиции, потом без проблем ее удержать. У черных были более боевые пути в данной позиции, из которых, пожалуй, стоит отметить взятие на Б4 с последующим слон Е6 и конь Х5, попытка организации контр-игры на королевском фланге. На самом деле, от чемпиона мира чаще всего ожидаешь именно такого подхода к позициям ранней Метельшпили, но вот здесь он себе изменил. Сыграл слон Ж4, конечно, последовало Х3, слон бьет Ф3, конь бьет Ф3. То есть черные добровольно лишились своего основного стратегического плюса, а именно двух слонов, и просто после ЦБАБ надеются за счет того, что их позиция достаточно прочна, постепенно подменять фигуры, подменять пешки и добиться ничьей. Но при этом переразбел их очевиден, у них более компактная пешечная структура и активнее расположены фигуры. Следовало А5, брал А5, мы вот здесь уже Фабиана удивил. Дело в том, что наиболее разумным продолжением за белых явно являлось взятие на А5, после Ферзе 5 просто слон Д2, Ферзе 7 и Ферзь А1. Нападая на пешку Е5, в примерном варианте конь Д7, ладья Б1, белые владеют явным, пусть и небольшим перевесом. Слон Т2, ход достаточно странный, в первую очередь по той причине, что черные все еще могли свести игру к предыдущему варианту, то есть ладья А1, Ферзе 1 с переустановкой ходов приводит к той же патриции, которую вы только что видели. Вместо этого Карлсон сделал более сильный ход, то есть он понял, что ему дает дополнительную возможность, и решил ей воспользоваться. Ладья А на А8. И тут оказалось, что, пожалуй, единственный серьезный шанс белых на дебютный перевес был упущен. Фабиана продолжил играть достаточно сильно, но при этом не слишком конкретно, и Магнус без проблем уравнял игру, то есть вот ход Б5 нужно отметить, достаточно смелый, активный. В этот момент Фабиан осознал, что у него нет никакого перевеса, и приступил к мастерным разменам. И по-хорошему можно было бы ожидать быстрого окончания мирного исхода этой партии, но здесь Магнус проявил свои лучшие качества, благодаря которым он стал максимально известен в шахматном мире, и вот из этого равного Эншполя потихоньку начал, скажем так, создавать неприятные проблемы для своего оппонента. Пожалуй, вот здесь ход конь d2 является микро-неточностью, ибо в ответ чемпион мира сыграл конь g5, и, как мы видим, вынудил белых поставить все пешки на черные поля. В дальнейшем преимущество черных только росло, и вот к 37-му ходу оно потихоньку начало приобретать довольно серьезные и внушительные очертания. Здесь после хода F4 черные хоть и не выигрывали партию, но все же ставили перед белыми достаточно серьезные проблемы. Также, помимо хода F4, у черных были спокойные пути, просто поддерживающие напряжение, и Магнус мог в дальнейшем подумать о том, как проламывать оборону соперника уже после контроля. Ну, он поспешил, вместо любого из этих двух подходов избрал третий, взял пешку на e4, после dc4, да, внешняя позиция черных оставалась привлекательной, но на самом деле после конь d2 худшее для Фабиана было позади. После конь c5, сломбю c5, сломбю c5, белые прошли контроль, соответственно, избавились от домоклого мяча цепнота. Ну, в дальнейшем оказалось, что просто перевод коня через F1 на поле e3 или d5 решает все проблемы белых, и партия достаточно скоропостижно завершилась в ничью. То есть мы видим, что белые даже сбросили фигуру на c4, чтобы получить теоретическую позицию со слоном, который ходит по полям не того цвета. Конечно, здесь у черных никакой победы, несмотря на лишнюю фигуру, нет. Я думаю, что имеет смысл подвести краткие, возможно, даже скоропалительные итоги первой четверти матча. Пока можно ответить, что оба соперника не демонстрируют своих оптимальных кондиций. Корону можно упрекнуть в том, что он недостаточно точно действует в раннем метеошпиле и на выходе из дебюта, особенно в тех позициях, которые ему незнакомы на зубок, скажем так. Ну, а Магнус не показывает, в принципе, достаточно характерной для себя убийственной техники и стопроцентной точности при реализации перевеса. Ну, можно сделать достаточно очевидный прогноз, что тот, кто первым сможет решить эти ключевые проблемы в собственной игре, выиграет матч и либо станет чемпионом мира, либо таковым останется. Всем спасибо, для вас работал Никита Петров.